бисмилляхи рахмани рахим буквы которые мы выучим на этом уроке это буквы первая из этих букв это буква джим пишется она так начиная отсюда слева уходим вправо потом вниз такой крючок большой и посередине ставим точку эта буква называется буква джим буква джим джим как читается эта буква то есть какой у нее звук это буква джим если сверху стоит палочка над этой буквой и мы уже не будем говорить что эта палочка да черточка это называется фатха эта палочка сверху называется фатха если стоит буква джим и над ней стоит фатха то значит она произносится как звук джа 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 если стоит буква джим буква джим буква джим касра, то говорим, то это звук джи, звук джи, получается звук джи, это был звук джа, это звук джи. И теперь, если стоит буква джим, буква джим, и над ней такой крючок, который называется бомма, то произносится эта буква как звук джи, 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 а если же над этой буквой стоит кругляшок, буква джим, и над этой буквой джим стоит такой кругляшок, то это произносится просто звук джи, 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 это первая буква. Вторая буква, это буква, которая очень похожа на букву джим, это буква ха, буква ха, она пишется точно так же, как и пишется буква джим, однако у нее нет точки, у буквы джим джим была точка, у буквы ха этой точки нет, это буква ха, ха, теперь запишем, буква ха с фатхой произносится как звук ха, буква ха с касрой, то есть палочкой внизу произносится как звук хей, ха, хей, буква ха с боммой, то есть этим крючком вверху произносится как звук ху, ха, хи, ху, ха, хи, ху, и если написать букву ха и поставить над ней такой кругляшок, который называется сукун, называется сукун, то будет произноситься просто звук ха, ха, звук ха без дополнительной гласной ха, хи, ху, ха, третья буква, которую мы сегодня разберем, это буква ха, она также похожа по своему написанию на букву джим и букву ха, пишется точно так же, только точка ставится сверху, точка ставится сверху, как вы видите, буква ха, точка ставится сверху, она немножко похожа по своему звучанию на букву ха, это буква ха, это буква ха, они похожи как в написании, так и в произнесении, очень близки в своем произнесении, Но буква Х, которая с точкой, она произносится тверже. Она произносится тверже. Поэтому мы запишем ее как буква Х. Это была буква Х, а это твердо Х. 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 Как она произносится с вот этими значками? Запишем. Буква Х с фатхой произносится как звук Х. Буква Х с касрой, то есть с черточкой внизу, произносится как звук Х. Х. Теперь запишем. Букву Х с доммой. Буква Х. Поставим точку сверху и поставим домму. Получился звук Х. Х. Хи. Ху. А если написать букву Х с сукуном, то есть с кругляшком сверху, то получится звук Х. Звук Х. Ха. Хи. Ху. Х. Х. На этом уроке мы разобрали с вами три буквы. Все они похожи между собой, то есть имеют одинаковое написание. Отличие их только в том, что первая буква, это буква Джим, имеет точку в середине, да, то есть под вот этой верхней частью. Под верхней частью имеет точку. Буква Х вообще не имеет точки, а буква Х имеет точку сверху. Также обратите внимание, когда вы будете переписывать эти буквы в тетрадь, что буква начинает писаться отсюда. Буква начинает писаться отсюда. Сюда и потом вниз. Отсюда сюда. Это первый шаг, это второй шаг. И потом ставите точку.